Сегодня у нас 19 июня 2001 года. Сегодня мой друг, который живет в Москве, Коньков Александр, он записался в приемный президента, поехал на прием, где было получено полное разъяснение по нашему вопросу, как отправить этот подарок президенту. Так как дело сдвинулось с места, значит у нас сейчас задача такая. Для начала мы изготовим упаковку для него, потом отгрузка и отправляем его президенту. Был указан адрес, куда отправлять, кому обращаться по всем вопросам. Так что готовимся теперь к отправке. Ну так как немножко нас притормаживает то, что все это мы делаем за собственный счет, и поэтому много, опять же, много людей, друзей откликнулись в помощи, все-таки сделать короб, нанять машину, чтобы туда отвезти, это все-таки не так дешево. Поэтому я думаю, в течение, наверное, недели-две, и мы отправим подарок Владимиру Владимировичу Путину. Еще немаловажный факт, значит, дети, которые узнали, что мои крестницы, Ксюшка и Иришка, написали письма, а другие дети стали тоже обращаться к нам, родители их, чтобы тоже дети написали письмо там к президенту со своими личными пожеланиями. Так что, если только есть у кого желание, можно также написать письмо, передать его мне, и я отправляю его вместе с подарком нашим президентам. В поселке Чамзинского района выросло настоящее денежное дерево. На нем тысячи разных монет. Уже на днях его транспортируют в Москву. Такой подарок для президента нашей страны своими руками сделал Федор Зорин и его крестницы. Именно девочки решили подарить результат кропотливого труда главе государства. Как выглядит эксклюзивная работа, сколько весит и сколько на ней денег. Все это в эксклюзивном репортаже Анастасии Ведяевой. Вот такое денежное дерево располагается в поселке Комсомольский. Кузнец Федор Зорин работал над ним почти 8 месяцев. Высота этого настоящего произведения искусства 3 метра 20 сантиметров. А весит почти 400 килограммов. Только монеты здесь 90 килограммов. А если в деньгах, то 60 тысяч 800 рублей. Стать обладателем денежного дерева Федор Зорин даже не мечтал. Идея родилась спонтанно. Обычная труба, наплавка сварочного электрода, обработка болгаркой. И в золотых руках ствол, который невооруженным глазом не отличишь от настоящего. Сложно представить, что эти красивые ветви, некогда трубы, арматура, все то, что использовалось в обиходе, было обычным, даже невзрачным. Сложнее всего было работать с монетами. Одно дело их собрать, другое сверлить каждую, крепить, создавая раскидистую денежную крону. Это очень тяжелая, тяжелая работа. Здесь около 20 тысяч монет. Каждую монету просверлить, закрепить на цепочку. Вот, значит, самое сложное было вот это. Я не знаю, откуда у меня столько нервов взялось, чтобы это все сделать. На нижней площадке у нас расположились 10-рублевые и 5-рублевые монеты. Там общая сумма. Вот на нижней только площадке у нас 18 тысяч. Можно сказать, зарплата чья-то. Если хорошо приглядеться, то можно увидеть залетевшего птенца, который отдыхает на ветве. Здесь он как символ счастья, успеха и материального благополучия. На дереве можно найти евроценты и даже уникальные старинные монеты. Крестницы Федора тоже внесли свою лепту. Разбили копелку и попросили разместить их накопление в нижней части. Пришлось вешать вот одним номиналом. Здесь 2 рубля, здесь рубль. Наверху у меня в основном расположились времен СССР монеты. Они вот там. Ради такого дела Федор Зорин стал частым посетителем банка. Разменивал бумажные купюры. К примеру, на одной цепочке поход в магазин. Тысяча рублей. Есть и такие, на которых всего 18 рублей. Но труд бесценен. Терпения у меня не хватало. Это когда мне принесли копеек времен СССР. Принесли 1800 штук. В совокупности всего 18 рублей. Но их 1800 штук. Они маленькие. Не зажать ничего. Вот каждую пришлось сверлить. Каждую. Сёстры Шелудюковы, Ксения Ирина, попросили Крёстного осуществить их мечту. Подарить это дерево президенту страны. Ломать голову мужчине пришлось долго. Возникло немало вопросов. Как транспортировать, упаковать. И главное, сделать так, чтобы работу принял сам Владимир Путин. Помог товарищ из Москвы, который пошёл в администрацию президента и записался на приём. Ему объяснили, как воплотить задумку в реальность. Теперь дело за малым. Когда мы приедем, потому что это было главное условие. Для чего? Для того, чтобы они могли обеспечить технику для разгрузки. И вторая проблема – это вот у нас упаковка. Упаковка на сегодняшний день, так как всё очень дорого, это очень затратный день. Мы хотим подарить это дерево, потому что это президентское дерево. И пусть президенты ему завидуют. Кроме того, девочки и их подруги написали письма главе государства. Некоторые даже поделились, о чём они попросили. К примеру, Ксения и Ирина мечтают полетать на самолёте и встретиться с Владимиром Путиным. А Фёдор Зорин планирует приступить к очередной работе. Сделать подобное дерево только из иностранной валюты. Профессионалом он себя не считает, зато результат труда общественность приводит в восторг. Мангал-леди паровоза так понравился аудитории, что его купили. Правда, не по рельсам. Но он умчался в столицу нашей страны радовать окружающих. Анастасия Ведяева, Максим Спиридонов, Вести Мордовия, Чамзинский район.